Представь, твоя партия сидит в пещере, замерзшая, голодная, укутавшись от холода в плащи. И тут один из вас падает замертво. Вы тут же дергаетесь проверить, срываете плащ с вашего соратника в надежде, что его еще можно спасти. Но все, что вы видите, это рваный укус неизвестного существа на его затылке. Вы было хотели накрыть это бездыханное тело, но не можете найти его плащ. Этот чертов плащ. Ты вспоминаешь, что только недавно снял их с тел каких-то бедолаг на обочине. Ты вспоминаешь, что точно такой же плащ надет на тебя. Присаживайся, друг мой. Сегодня я расскажу тебе о плащевиках, опасных и хитрых созданиях не из мира сего. Неопытные приключенцы легко могут спутать из создания с обычным черным кожаным плащом. Но боже, сколь много может стоить им эта ошибка. Ведь только когда плащевик разворачивается и собирается напасть, он раскрывает свое нутро. Но его истинная природа становится очевидна. Но к тому моменту обычно уже поздно. Во время охоты они следуют за группами авантюристов, таких как ты, чтобы напасть на раненых после боя. Или же они идут по пятам за скоплениями других чудовищ подземья, нападая на слабых, больных и отставших. Обычно они предпочитают охотиться в одиночку. Но если тебе не повезет, а среди них появится плащевик владыка, то предстоит бой с целой сворой этих монстров. А если один из них прилипнет к твоему товарищу, ты можешь сильно повредить своему другу, попытавшись уничтожить эту тварь. Помимо этого, почаив опасность, она может создать две совершенно идентичных себе иллюзии. Для защиты. Однако яркий свет их слабое место. Он поможет тебе развеять эти иллюзии и ослепить самого плащевика. Вот и все, друг мой. Заходи еще ко мне в кибарку и будь аккуратен с тем, что ты носишь.